Доброе утро, уважаемые телезрители! Доброго утра мы желаем всем жителям и гостям Карачаевой Черкесии. На календаре 29 июля, пятница, завершается не только самый жаркий летний месяц, который в этом году показал нам массу погодных сюрпризов. Завершается еще рабочая неделя. И вот на прошедшей неделе наши коллеги из информационной службы вещения рассказывали и показывали, как в республике прошел культурно-спортивный фестиваль народов Абазы. Это был замечательный праздник, приуроченный еще и к столетию Карачаевой Черкесии. Масса добрых слов и пожеланий было высказано в адрес устроителей и организаторов этого фестиваля. И своими впечатлениями об этом празднике сегодня в нашей студии поделятся гости. Они уже ожидают нас, но встреча состоится сразу после прогноза погоды на нашем канале. В Карачаеве Черкесии без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 10, а днем 27-32 градусов тепла и местами до плюс 25. В Черкесии без осадков. Ветер северо-восточный 5-10, температура ночью 14-16, а днем 29-31 градусов тепла. Я с удовольствием представляю вам гостей из студии. Это Мака Султан Гиреевна Албогачиева, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, Российской Академии наук. В Санкт-Петербурге находится музей. Наши телезрители, скорее всего, знают его как кунсткамера. И Мурат Муков, руководитель, оно Аллашара. Добро пожаловать на нашу утреннюю программу. Очень рада вас видеть и благодарю за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам. Спасибо. Как вы понимаете, я сегодня попрошу вас поделиться впечатлениями о том большом празднике, который состоялся недавно в нашей республике. И, предваряя разговор с вами, мне хочется предложить вам и нашим телезрителям небольшой сюжетик, чтобы еще раз напомнить, как это было здорово на протяжении двух дней. Давайте посмотрим. Парк культуры и отдыха «Зеленый остров» в Черкесске был полон гостей, которым предлагалась выставка декоративно-предходного искусства и народных ремесел. Блюда национальной кухни. Абазинский круг приглашал к себе всех желающих потанцевать. И даже если у кого-то это не очень хорошо получалось, ноги сами пускались в пляс. А в амфитеатре «Яблоку» точно негде было упасть. Среди гостей большая делегация из Абхазии, был главец с представителем Государственного комитета по репатриации Вадима Мхаразии и членов Высшего совета Всемирного абазина Абхазского конгресса. Гости из Турции, Москвы и Санкт-Петербурга, Ставропольского края. День культуры народа Абаза посетил министр национальностей, массовых коммуникаций и печати Карачаева Черкесии Альберт Кумуков, а также министр культуры Зурапа Гербов, при непосредственном участии которых проводилось это масштабное мероприятие. Я хочу от всей души поприветствовать наших гостей из Абхазии, наших гостей из Турции, Москвы, Санкт-Петербурга. И других уголков нашей великой России. Добро пожаловать! Мы счастливы, что вы с нами сегодня разделяете очень важный для нас праздник. Мы любим, искренне любим нашу моногонациональную республику и желаем ей процветания. Вот здесь на празднике я вижу радость от единения. Это так важно. Это необыкновенно. В беде мы объединяемся. Но как красиво, когда мы объединяемся в радости. Этот праздник – это настоящая радость. Я с удовольствием принимаю в нем участие. В большой концертной программе выступили артисты современной абазинской эстрады и народные коллективы. Изюминкой концерта стал популярный оперный певец, заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов, который специально приехал на праздник народов Абаза буквально на одно выступление. Песня «Ой, севернивый карпас, Славы с туманами, огни преградов для нас, Я прещу к тебе, ой, попить на зари, Еду на свете в ныград для нашей любви. Я прещу к тебе, ой, попить на зари, Еду в ныград на свете для нашей любви. День второй – это был настоящий праздник спорта. 315 спортсменов и более трех тысяч болельщиков приняли в нем участие. Аул Кубина стал просто центром притяжения седьмых спортивных игр народов Абаза, куда съехались команды абазинских аулов, а также спортсмены из Ставропольского края и Абхазии. Я думаю, что ежегодно будет это совершенствоваться. Мы будем все красивее, все содержательнее проводить эти мероприятия. Они нас объединяют, и мы в этом великое удовольствие получаем в качественном развитии нашего маленького народа по количеству, но большого по духу своему. Кстати, Абазинская Олимпиада, именно так неофициально называют эти массовые спортивные игры, завершилась общекомандной победой спортсменов из Аула Кубина. За эти два дня было ярко продемонстрировано единение не только абазинского и абхазского народов. Был проявлен сильный дух и огромное желание идти вперед всем вместе, вместе с Россией и только к светлому будущему. Вы знаете, наверное, любое мероприятие, будь то фестиваль, какой-то форум, такого масштаба, конечно, он требует большой подготовки. И отдача не просто физических сил. Туда, наверное, каждый организатор, каждый участник вложил и частичку своей души. И вот у каждого и участника, и гостя этих мероприятий остались свои воспоминания, свои впечатления. И вот сегодня ваши впечатления мне очень хочется услышать именно от вас. На самом деле, самые приятные воспоминания я увожу отсюда, потому что я в республике, конечно, не первый год. Вот. Думаю, что для зрителей тоже это будет интересно. Кунсткамера последние годы изучает малочисленные народы Российской Федерации. И в этот раз, в предыдущие годы я приезжала сама в сферу наших интересов. Это два народа, которые проживают на Кавказе. Это абазины и шапсуги. И мы... Я приезжала сюда уже несколько раз, знакома с этим замечательным народом, с вашей республикой. А в этом году нас пригласили, и наш директор Андрей Владимирович Головнев. К сожалению, он уже улетел, иначе бы его можно было пригласить на передачу. Вот. И мы прилетели, получили массу удовольствия, потому что нам открылась новая форма общения, которая имеется именно в вашей республике. Многонациональная республика, поликонфессиональная республика. Но настолько все было замечательно. Все эти три дня чувствовалось вот это единение народов. И этот праздник, это не просто праздник абазинского народа, это праздник всей республики. И что символично, мы были приятно удивлены, когда День культуры, открывая День культуры в амфитеатре, в парке, начался праздник с гимна России, потом с гимна республики. И это было очень символично, и как-то вдохновляло всех. Ну, в общем, самые-самые положительные воспоминания об этом празднике. И пользуясь тем, что я здесь, мне кажется, я сама представитель одного из регионов кавказских. И поэтому знаю, что на сегодняшний день у нас во всех республиках не хватает вот такого единения, вот такого объединения народов, чтобы мы могли хотя бы раз в год встречаться и обмениваться не только там физические соревнования, но и культурный обмен. Поэтому я считаю, что это очень здорово. Мурат, что вам запомнится? Тем более вы непосредственно принимали участие в организации. Ну, у нас всегда, знаете, вот с нашей командой Алашара, с ребятами всегда мечта, несбыточная мечта, видимо, наверное. Я так думаю, пока на пенсию не уйдем, видимо. Со стороны, как зрители, посмотреть на этот праздник. Но у нас не удается, нам не удается это, потому что мы все-таки организаторы. И когда люди веселятся, когда люди празднуют, когда люди смотрят концерт, какие-то выступления, выставки и так далее, мы после того, как это все организуем, мы начинаем быстренько следить за процессом. Мы начинаем в беготне, в какой-то суете и так далее. То есть каждый отвечает за какие-то моменты. И, естественно, полноценно посмотреть праздник не получается, так как у тебя есть обязанности, которые ты должен сделать. Если ты этого не сделаешь, то праздник не удастся настолько красиво, настолько радостно. Конечно, люди этого не видят, они этого не знают. Это все за кулисами, как говорится. Но когда люди довольны, когда люди благодарят, и ты видишь улыбку на лице, и они реально чувствуют вот этот дух праздника, ты понимаешь, что ты сделал все, что ты должен был сделать. И если людям хорошо, то тебе тоже хорошо. Вы знаете, вот пользуясь сегодняшней нашей встречей с вами, от души совершенно искренне хочется вообще сказать слова признательности, если угодно, комплименты вообще всему абазинской молодежи, всем общественным организациям. Потому что за последние годы вы делаете такую работу, которую не заметить невозможно. Можно много говорить, можно много строить планов, создавать проектов, ну и все это остается, как правило, на бумаге. То, что делает сегодня и Алашара в том числе. Ну это здорово. Все воплощается в жизни, все ваши планы, даже самые амбициозные, все воплощается в жизнь. Может, какой-то секрет у вас есть? Знаете, ну не дабы кого-то там обидеть или ущемить, просто как пример. Ну кино уже снимают наши абазины, товарищи дорогие. И хорошее кино, нужно сказать. Ведь это же здорово. Это говорит о том, что мы идем вперед, мы развиваемся. И наши народы со своей самобытностью, со своей культурой, они не призевают где-то, их видно, их знают. Ну расскажите, как вы строите свою работу, как вы привлекаете молодежь к себе. Ну может быть, не знаю, стимулы какие-то есть такие, о которых мы не знаем. Спасибо большое за добрые слова. Да вы знаете, секрет-то в том, что в принципе, вот девиз Алашара, да, вместе мы сильны. А в принципе это не только мы не придумали, это как бы уже давно и существуют такие девизы, они были в советское время, они были и до советского времени и так далее. То есть я не знаю вообще, кто эту метафору придумал, да, но великий, видимо, какой-то человек, потому что она работает реально. Если вы не просто говорите об этом, а делаете это, то это действительно приносит свои плоды. Это первое. Второе. Система, система во всем должна быть. Если этой системы нет, то работа не идет так сложно, вы не привлекаете людей. Ну не получается то, что вы хотите, то есть вы не доносите то, что нужно. Когда есть система, когда есть четко выраженные цели, задачи, когда вы знаете, куда вы двигаетесь, ради чего вы двигаетесь, и когда люди, то есть ради кого вы это делаете, это ощущают, когда вы доносите до них это, то они понимают и они становятся рядом. И тогда при имеющейся четкой системе вы, естественно, выстраиваете все так, как нужно, и оно идет как часики, как говорится, да, все по полочкам. Знаете, что еще радует, что ведь старшее поколение с вами, что называется, рука об руку идет и поддерживает все ваши начинания, все ваши планы. Ну, каждый как может, кто-то материально, кто-то духом, кто-то еще как-то. Вот такое сотрудничество молодых и уже не очень молодых, это ведь так здорово, это всегда приводит к хорошему результату. Конечно. Старшее поколение, оно всегда желает добра, они мудрые. Понятно, что физически, может, они не все могут сделать, и тут-то как раз-таки на подмогу подходит младшее поколение, которое физически все-таки более энергичный, более подвижный, в ногу с сегодняшним прогрессом, скажем так, да, с технологиями и так далее. И вот те мудрые мысли, те мудрые высказывания, те мудрые пожелания, которые говорят старшие, естественно, молодежь это слышит и начинает воплощать. Когда молодежь делает то, что необходимо делать, и старшие видят, что из этого выходит положительный какой-то фактор, то, естественно, идет доверие, естественно, идет любовь, естественно, идет поддержка. Молодежь тоже как бы, она развивается, и ей надо дорогу давать. И если она услышала правильно старшее поколение, то у нее есть будущее, и их надо только двигать, двигать, и двигать, давать дорогу. Мака Султангиреевна, никогда не была в музее, в котором вам посчастливилось, наверное, работать. Просто мечтаю там побывать. Музей хранит какие-то экспонаты, документы, ну, всевозможные материалы, которые характеризуют историю самобытность того или другого народа, проживающего в России. Что хранит ваш музей такого интересного? Посмотрев на это, вот любой посетитель скажет, ага, абазины вот, или шапсуги живут, интересный народ, а язык какой у них интересный, или там, не знаю, кухня какая интересная. Что такого вот вкусненького такого у вас там хранится, чтобы ярко характеризировал наших абазин? У нас в Петербурге есть этнографический музей, российский этнографический музей. И поэтому там собирают коллекции именно по народам, проживающим на территории Российской Федерации. И в этом наша вот такая своя местная специфика. Но в наших фондах мы относимся, в отличие от других музеев, мы относимся к Российской Академии Наук. И поэтому наша специфика не только музейная работа, но и огромная научная работа. И вот мы горды тем, что первые этнографы, например, абазинского народа, Лилия Кунижева, она была ученицей академика Лаврова. Она много лет училась у нас в аспирантуре в Санкт-Петербурге. И на сегодняшний день этнография абазинского народа лучше всего представлена в ее работах. И, к великому сожалению, на сегодняшний день у нас нет преемников, которые могли бы на том же уровне вести вот такого рода работу. Поэтому у нас есть свой архив, в котором хранятся отчеты этих поездок, наших экспедиционных поездок, фотографии. Фотографии, на которых завпечатлены, конечно, и абазины, безусловно. Они тоже у нас есть. Но предметов материальной культуры мы, к великому сожалению, не имеем на сегодняшний день. Это задача нынешних руководителей республики, чтобы эти предметы материальной культуры народов, проживающих в Карачаево, Черкесии, попали все-таки в кунсткамеру. Потому что в федеральных музеях никуда ничего не уходит. Она остается навечно. И потом это становится нашим наследием, культурным наследием. И в фондах МАЭ, Музея антропологии и этнографии, хранятся коллекции, которым и 300 лет. Поэтому наш музей уникален в своем роде, потому что и наука, и музей, и собственный архив – все это имеется у нас. – Я слушаю вас и вспоминаю слова нашего президента, который сегодня ставит на совершенно новые рельсы наших ученых. То есть наука работает по-другому, наверное, наших литерат. Но многое, что, я надеюсь, поменяется в ближайшие годы. И мы все это с вами еще увидим. И, наверное, руку к этому приложим в какой-то степени. Да, Мурат? Вот раз такая задача ставится, сотрудничать с музеями федерального такого значения, то мы будем ее выполнять. Будем выполнять. Пользуясь тем, что у меня есть сегодня возможность обратиться к аудитории, хотелось бы, чтобы регионы отправляли на учебу, в аспирантуру своих исследователей, которые смогут вынести на нужный уровень образования и науку республики. А дело в том, что вот все равно, как бы мы ни хотели, мы немножко не дотягиваем до того уровня, который бы нужен был на сегодняшний день. Все время все изменяется. Мы уже живем по новым информационным технологиям, в соответствии с которым нам приходится вести и научные изыскания. Поэтому, если молодежь будет заинтересована в этом, мы, кунсткамера в частности, у нас есть и своя аспирантура, можно будет заключить и договор о сотрудничестве, можно приехать, поступить просто без никакого согласия, имея собственное желание поступить к нам на учебу, и результат будет очень хороший. Ну что ж, уважаемые гости, вы сделали наше утреннее просто интересным, но и полезным, столько интересной и полезной информации сегодня прозвучало. Я думаю, что телезрители ее услышат и обязательно примут во внимание. Спасибо вам большое. От души желаю вам и здоровья, успехов в работе, в труде. Будем встречаться, будем дружить. Обязательно. Спасибо большое. Друзья, на этом наша утренняя программа завершается. Я от всей души желаю вам всего самого доброго. И непременно проведите последние выходные июля так, чтобы в понедельник вам обязательно было о чем рассказать. До свидания, до новых встреч. Продолжение следует...